Как бы да, у меня этап на трассе, который надо как бы подготовить, но как бы да, можно забить хуй и просто потом за 30 минут до квалификации уже зайти в игру. В один момент человек достигает определенной точки в своем деле, когда он понимает, что пора что-то менять. Для меня же этой точкой стало Гран-при Сингапура. Что же, ребят, с вами Вархаммер, и сегодня мы поговорим о последнем этапе Гран-при Сингапура. Как он прошел для меня, и в принципе, что я окончательно для себя извлек, как надо правильно подходить к лигам и так далее. Ну, значит, для себя опять же. Что же, присаживайтесь, что удобнее, и мы начинаем. И начнем, мы будем поэтапно все-таки рассказывать, опять же, говорю, я пока что без видео на экране, не знаю, что это тот документ, но начнем с квалификацией. Собственно, да и в принципе, с подготовки к самому этапу подготовки, по сути, не было, то есть единственный раз, когда я зашел на Сингапура, перед самой квалификацией, то есть я включил стрим, и в первую очередь, последние несколько недель зашел на Сингапура. У меня был заготовлен заранее, так сказать, сетап, который еще был готовить турнир 1 на 11 от мира, и типа, окей, я думаю, ну, он старые, он бы просто как бы еще к нам поменять, что к чему, и все. Если я покатался, ну, ты с более-менее неплохо покатался, то есть понял, что, почему на трассе, где можно чрезвязать, и с этим мыслено пошел курификация. В квалификации, из-за того, что нас так мало человек, что можно против тридцей сегментов, чтение спокойно. первый сегмент там все проехали кое-как там в полтавки просто потому что смысл во втором сегменте у нас пошел дождь опять же как я сказал ранее у нас можно спокойно пройти в третий сегмент не напрягаясь, потому что кстати еще народ умудрился разложиться в первом сегменте, причем один человек разложился не по своей вине а по вине бота, его бот убился от другого пилота, это просто нечто было из-за этого он не смог продолжать в третьем сегменте квалификации у нас дождь начинал заканчиваться да, начинал заканчиваться, офиген сказал заканчивался, соответственно первая часть третьего сегмента мы покатались на промежутке, потом все на слики перешли по итогу за счет сликов я там на саевовой попытке смог квалифицироваться аж на четвертую позицию для меня это стало ух, we can fight now guys, все дела ну и собственно уже думал окей, надо что-то придумать со стратегией потому что она будет свободна выбирать что хочет то, что рискнет прошел дождь полностью и тема переходим потихоньку переходим к самому этапу быстро так сказал я вкратце что было в квалификации перед гонкой у меня была дилемма какую стратегию все таки выбрать то есть я понимал что конечный стинг я пойду то что на харде вопрос только был в том на чем я стартую на софте либо на медиуме старт на медиуме это был такой прям вариант гарантированный то что я спокойно даю с одним пидстопом а вариант софтом я не знаю я колебался потому что понимал что в теории софт может уйти очень быстро но по прошествии гонки я могу сказать что в теории софт был в дознах почти не потому что я мог спокойно проехать и 8 а то и 9 кругов а то и вообще 10 если не особо опыт убивать и перейти кто на хард и доехать один круг оставшихся спокойно харде но у меня просто в боже утомы то что может быть все эти карты и как бы я от этого не хотел особо сталкиваться тоже потому что пункт покинется в тестили цити карту для меня это в плюс вот если не выйдет он и по типу по итогу я все таки выбрал также большая часть моих оппонентов тоже выбрал стартеги медиум единственная человек на третьем месяце выбрал хан что для меня стал таким шоком потому что понимал он будет очень сейчас много проигрывать на этом харде пока не придет на медиум на медиуме да он начнет неплохо то категорить а по отношению к нам потому что он все таки медиум ну и что же старт гонки как я в принципе предполагал на харде луну проваливает я без проблем завоевывать эти позицию мы бок о бок проехали связку первого третий поворота я его выделил на выходе сперва порт потому что просто банально входил по кривой траектории туда вот и уже средств на разгоне пустыть порт я спокойно своему третью позицию для себя и начинаю потихоньку от него отрываться в принципе все что неплохо то есть он получил один воркинг ворнинг за там срез на протяжении первой половины гонки и что же по итогу смог сделать сделать неплохой отрыв стопа там был где то 5 секунд еще то что пилот начали между собой драться за четвертую позицию но после пользы суток стопа я потому что тепла надо чуть подержать потому что шину еще могут как то плохо цепляться по итогу мой взрыв стопу усталет из половины секунды и вот после пистопа 5 6 кругов что все окей меня начинает уже догонять макларен позади идущий все неплохо так настигает там по 3 3 4 десятки общение по полсекунду с круга меня догоняет мелочи напрягать вот и ну окей пытаюсь как то там поднять свой темп и в один момент я замечаю то что он совершает какую то ошибку потому что наш разрыв между ним с полутора секунд веришься до 3 ошибочка была и вот тут все идет наперекосяк потому что я говорю о он ошибся господи который раз я просто подтверждаю мнение о том то что если ты говоришь что кто то блять там где то накосячил это гарантированно тебе прилетает бумерангом обратно сколько раз у меня уже было таких моментов и что же я за этот круг соответственно эти три секунды ему сливают до обратно там секунды и семь десяток потому что расслабил свои булки и что же я начинаю делать я пытаюсь опять взлететь темп и что же у меня получается за один круг я получаю два оставшихся предупреждения за срезки получают три секунды штрафа тих я летард в этот момент я впадаю уже в дичайшину нет не в дичайшину в тильт я впадаю потому что блин три секунды мне надо отрываться от него каким то образом а он меня наоборот еще нагоняет плюс позади еще где то есть рено которое едет на медиуме которое очень быстро едет Хьюстон у нас блять проблемы что же я пытаюсь отрываться всячески и от него у меня это кое как то получается только стабилизировать отрыв что он там не особо уменьшается то есть там по одной десятке может быть и я не помню кое честно круг наверное 17 либо 18 я предпринимаю решение выйти с третьего поворота на стандартной топливной смеси до этого я все время выходил на необогащенный для чего это делается для того чтобы охладить движок в поворотах плюс у тебя было больше цепей на счет того что у тебя будет меньше мощности тут я решаю на стандартном потому что уже хард ну такой изношенный немного даже наверное нет это был это был двадцатый круг да это был двадцатый круг хард был изношенный немного соответственно сцепления особо уже было мало на харде и тут на выходе с третьего поворота происходит то что меня начинает просто заносить я улетаю в отбойник так и в этот момент я просто проваливаюсь в глубочайшую короче оливаю потому что у меня проезжают пилоты я не хочу разворачиваться поскольку вижу что на карте едут еще рядом пилот хотя на самом деле я мог не пропускать редбул вперед но у меня было словно на передней крыло поэтому рано или поздно поворотах он меня бы опередил вот по итогу еще доламываю себе крыло покончание круга ну и я сказал на пример фразу то что все я леваю еду в бокс для этого но потом подумал что ладно я еще не выплывал из очковой зоны то есть я могу что то получить по очкам и пытаться по отыграть на софте ой блять ой блять боже сука блять надо пытаться блять быстро пойти блять блять лучше да 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 и да начинаю немного отыгрывать время до передней идущего человека плюс у него было 9 секунд штрафов то есть соответственно у меня было 6 секунд преимущественно одним то есть мне надо было войти в 6 секунд я все я уже против получаю позицию но в погоне за седьмым местом я начинаю делать ошибки в плане того что я начинаю срезать и начинаю получать штрафы просто в больших количествах штрафы по итогу я не догоняю человека потому что там еще начинают решать еще ошибки и теперь мы переходим к концу гонки у меня 12 секунд штрафов восьмая позиция и после этого я понимаю то что ну надо что то уже менять в подходе к гонкам лиг потому что гоночным лигам то что правильнее потому что тот подход который проявил в плане тренировки а вообще не тренироваться он меня и поставил точнее даже не он поставил а то что я начинаю вплоте когда им делал кухню это я участвую замечают дэн также подметил на стриме в чате когда он сказал что это все все иду каждый год идет по тому тому же сценарию когда ты просто девушка ты херню получает штраф там при этом три секунды и впадаешь в тильт единственное когда я не впадал в тильт из-за штрафа это было австрия австралия точнее но там другое там просто уже наслезал уже понимал что как бы ничего уже не поменяли вот из этого делал то что надо как то больше работать над своим темпом во время гонки надо больше практиковаться это главное правило про это все усилы окончательно это вот и то что надо немного отдохнуть от формулы потому что надо ну как бы отойти от этого потому что похожая ситуация у меня честно была уже в ассета корса в чемпионате от портала ОСРВ когда тоже отличная гонка Канада то есть я к ней неплохо подготовился я очень хорошо полистрировался на третью позицию вообще мог там чуть ли не на вторую даже ну нет вот и начинается старт я делаю просто ошибку я меня сносит в сторону оппонента на втором позиции и не зато разворачивать но я почти чуть не спал но последующие мои действия меня ввели тоже в глубокий киль когда я там если правильно помню при обгоне уже был второй гонке то что первый год там тоже как это случилось я в код врезался бы я все просто въехал и то что я просто ливнул суток второй год так же было то есть начнете нам начал как идет представился на торможении и это задел человека мы с ним очень сильно повредили свои болиды я решил и так и так и 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 на рот, блядь!